братья и сестры мои возлюбленные во христе всем доброе утро всем доброго дня а вот я здесь снова в своем любимом месте где я люблю молиться это старится реки истра это земли русской палестины и так называемый вот здесь совершенно замечательное место замечательный воздух свежий сегодня прекрасная солнечная погода голубое небо вот я уже с утра помолился поблагодарил бога за его любовь и за все его благодеяния которые он оказывает нам даже несмотря на наши злые сердца даже несмотря на все наше лукавство и на все наши грехи он прощает их и я очень благодарен богу за то что есть иисус есть христос есть пример человека есть пример божьего сына который уничижил себя ради всех нас который спустился сюда на эту грешную землю и служил каждому из нас вы знаете что удивительно я подумал сегодня о том что ведь иисус не брал деньги за свое служение он делал это совершенно бескорыстно это удивительно что служение людям она не может быть измерено какими-то деньгами она не может быть измерено какими-то материальными богатствами служение она поистине духовно она поистине бесценно и в этом смысле служения христа это великий бесценный божий дар который есть у каждого из нас и каждый из нас сегодня может прийти и и получить этот дар и получить бесплатно совершенно бесплатно получить прощение грехов и обрести надежду на вечную жизнь. Сегодня каждый из нас, кто пришел ко Христу или кто еще только думает об этом, может совершенно бесплатно получить дар Святого Духа. Это удивительно, получить частичку Бога, получить ту силу, которая даст ему силы в борьбе с грехом, который даст ему силу противостоять искушениям и сомнениям и всяким земным несгодам, которые ждут каждого из нас. Вот, дорогие друзья, сегодня воскресенье и, как обычно, у нас сегодня пройдет наша воскресная служба, наша воскресная беседа о Библии, где мы поговорим о силе Духа, мы поговорим об Иисусе, о той силе Духа, которая была у Него, мы поговорим о том, как нам обрести силу Духа, чтобы нам бороться, бороться с грехами, бороться с искушениями, бороться с какими-то сложными ситуациями, преодолевать. Почему? Потому что земная жизнь, она изобилует разными сложностями, и нам нужно брать где-то силу. И, конечно, силу нам надо брать в Духе, потому что Дух животворит, как говорит Святое Писание, а плоть немало не пользует. Вот, дорогие мои, поэтому я еще раз всех приглашаю сегодня на нашу беседу о Библии, где мы поговорим о силе Духа. Мы обязательно вспомним отрывок из 2-го послания Тимофею, из 1-й главы и 7-го стиха, в котором апостол Павел пишет, «Ибо даровал нам Бог не Духа боязни, а Духа силы, любви и целомудрия». Пожалуйста, давайте будем помнить, какой у нас есть Дух, давайте будем жить по Духу, а не по плоти, будем следовать за Духом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Всем желаю доброго дня, и пусть вся слава будет нашему великому Богу и Отцу во имя Христа. Аминь.